Всем привет! С вами канал Космостар. В 70-х годах эффектная артистка практически не сходила с экранов. Наталья Назарова, известная по картинам любимая женщина-механика Гаврилова и неоконченная пьеса для механического пианино, умерла в Москве. 72-летняя актриса тяжело болела, а последние годы жила в нищете. Карьера ее оборвалась на пике славы, страшно и внезапно. А ведь в 70-х годах она практически не сходила с экранов. Ею сравнивали с Фаиной Раневской, талантом некогда одной из самых красивых актрис восхищался Никита Михалков. Наталья Назарова родилась 28 июня 1949 года в Алма-Ате в семье офицера Ивана Андреевича Назарова и бухгалтера Лидии Викторовны. Окончив школу, поехала в Москву, чтобы поступить в театральное училище. В 1972 году окончила школу-студию МХАТ. Училась вместе с Татьяной Бронзовой, Ириной Акуловой, Людмилой Поргиной и Борисом Щербаковым. Наталья Назарова начала сниматься в кино с 1971 года. Ее первой работой стала эпизодическая роль в фильме «12 стульев». Снималась в картинах, «Любить человека», «Раба любви», сентиментальный роман, «Позови меня вдаль светлую», неоконченная пьеса для механического пианино, почти смешная история. «Лекарство против страха», «Молодая жена», «Сибириада», по данным уголовного розыска, «Старый Новый год», «Любимая женщина-механика Гаврилова», «Забавы молодых», «Сын», «Воскресенье». Половина седьмого, куколка, мисс миллионерша, трудно первые сто лет. Наталья Назарова была замужем за театроведом Вячеславом Обросовым. С супругом познакомилась, когда ей было 19 лет. «Я очень ошиблась в жизни. Семью я хотела, а детей – нет, потому что все мое время забирал театр», – вздыхала она. После развода у Натальи Ивановны были мимолетные романы, но замуж она больше так и не вышла. В 1989 году, в переулке рядом с домом на Наталью Назарову напал мужчина, ударил по голове и сбежал. Актриса получила тяжелейшую черепно-мозговую травму, почти год провела в больнице. У нее развелась шизофрения. Назарову уволили из МХАТ имени Чехова из-за душевной болезни, в кино больше не звали. «Моя карьера закончилась очень страшно. В театре у меня резали обувь. Когда я не пришла на работу, меня отчислили», – вспоминала она. «Жила со старенькой мамой. Боролись с горем в одиночку. Жили на ее зарплату да мое пособие по инвалидности. Мы с мамой голодали, у нас не было денег. Чтобы не умереть, мы ели дешевые свиные обрезки», – признавалась актриса. А когда родительница актрисы умерла, то она осталась совсем одна в скромной однушке на окраине Москвы. Артистка стала затворницей. Денег, катастрофически не хватало. Иной раз она просила милостыню. «Ям на гладильной доске, потому что стол у меня завален вещами. Когда у меня дома много вещей, чувствую себя королевой», – рассказывала она в передаче Андрей Малахов. Прямой эфир канала «Россия-1». 17 марта в возрасте 72 лет умерла актриса Наталья Назарова. Об этом сообщила пресс-служба Российского Союза кинематографистов.